Всем доброго прекрасного дня, я рада вас приветствовать на своем канале YouTube и сегодня мы с вами поговорим про очень животрепещущую тему, я очень люблю каждый сезон ее готовить, это eat вещи сезона, то есть самые желанные конкретные вещи в разных совершенно брендах, то есть вещи, которые sold out в магазинах, вещи, за которыми охотятся все модницы мира. Сегодня вы узнаете, что это за топ 10 вещей, поэтому если вам интересно, то конечно же оставайтесь со мной и продолжайте смотреть это видео. Как я уже сказала, в этом видео я вам расскажу про eat вещи сезона, мне очень нравится их выискивать, их вычленять, то есть для того, чтобы сделать это видео, я подробно анализирую всех инфлюенсеров, всех модниц, разные аккаунты, модные источники, чтобы понять, какие именно те самые желанные вещи сезона. Дизайнеры выпускают миллионы вещей в коллекциях своих, если взять и сложить все вещи вместе, но лишь буквально 5-10-15 вещей в сезон становятся теми самыми неуловимыми, широко известными и популярными. И сегодня вы узнаете, что это за вещи, поехали с первой. И вы не поверите, первая вещь будет совершенно не люксовой, то есть это достаточно популярный бренд кроссовок и спортивной обуви, это New Balance. И New Balance вообще примерно с прошлого года сделали такой бум, мне кажется, это New Balance просто 2.0. Они возродились из пепла, то есть им не особо кто-то интересовался, и тут внезапно модницы со всего мира начали носить определенную модель этих кроссовок New Balance, и она стала популярной. Соответственно, все остальные модели к ней подтянулись, и бренд стал популярным. В этом же сезоне они выпустили самые желанные кроссовки всех модниц мира, это New Balance 550, причем это мужские кроссовки, но они настолько шикарные, что их хотят все девушки. Итак, вот они, те самые кроссовки, про которые я говорю, они есть в разном цветовом исполнении. Самые популярные это белые с зеленым, есть еще очень красивые белые с серым, точнее даже более кремовые с серым, и черно-белый вариант. Еще из ярких интересный бело-желтый. Также мне попадались белобордовые. Я сама нахожусь, каюсь, нахожусь в состоянии поиска этих кроссовок, безумно их хочу. На сайтах их нет нигде абсолютно, они иногда появляются на Farfetch за 40-60 тысяч рублей, хотя на самом деле они стоят 100 с копейкой евро, то есть они стоят меньше 10 тысяч рублей. Если их покупать не на ресейле, то есть не у перекупщиков, а покупать официально. Но в официальных магазинах, как вы понимаете, они везде sold out, то есть их нигде нет в наличии. И дешевле, чем тысяч за 30, в целом их сейчас не достать. Можно их искать на всяких перепродажных сайтах типа Stoxx, можно делать ставки на них, перекупать их на eBay, но в свободном доступе, увы и ах, их пока что нет, пока они находятся на таком пике. Касаемо того, как их носить и с чем сочетать, здесь абсолютный полет фантазии. То есть, в первую очередь, это, конечно, спортивка, это спортивные костюмы, это любая атрибутика casual одежды, такой одежды, как будто вы вышли, вы были в этом дома, надели кроссовки, вышли с дома, возможно, дополнили это стеганой курткой. Но, безусловно, это могут быть абсолютно благородные casual образы, например, это кожаные брюки плюс кашемировый свитер с этими кроссовками, тоже будет очень красиво. Это могут быть джинсы плюс тренч или джинсы плюс пальто, обязательно дополните такой аутфит кепкой. Кепка будет подчеркивать спортивный стиль, то есть, у вас будет такая классная сочетаемость в образе. Но можно и играть на тотальном контрасте, можно надеть брючный костюм оверсайз или даже строгий с этими кроссовками и тоже будет смотреться здорово. Мне кажется, что круче будет смотреться именно с такими широкими расслабленными брюками, они будут подчеркивать расслабленность обуви. Если же вы наденете слишком узкий и строгий костюм, они, наверное, будут слишком сильно спорить между собой, но вы всегда можете это сбалансировать оверсайз пиджаком или же свободным пальто. Еще как вариант, вы под пиджак можете надеть рубашку, расстегнуть ее и под нее надеть обычную футболку. Футболка тоже будет подчеркивать спортивный стиль и футболка будет сочетаться с кроссовками. Я постараюсь вам дать ссылки хотя бы на какие-то варианты у перекупщиков, если вдруг вы за ними охотитесь так же, как я, я сейчас делаю на них ставки на стокс и жду, что мою ставку, в общем-то, примут. В общем, ищите ссылки внизу на них и на похожие на них, потому что любые похожие на них кроссовки будут столь же актуальны. И в масс-маркете я для вас нашла отличные варианты. Все ссылки внизу под видео в инфобоксе. Вторая и твич сезона, и это свитер. Да, свитеры тоже становятся и твичью. И это свитер от Валентина, свитер с перьями. Он невероятный, это такое ощущение белого лебедя, который просто плывет по улице, а не идет. Очень красивый свитер, очень инновационно, очень благородно, очень изысканно, можно сочетать в огромном количестве вариаций. Это может быть вечерний образ с каблуками, или же это также легко может быть повседневный образ с жакейскими сапогами, или просто с сапогами с широким голенищем. Парочки мест я нашла вам их все еще в наличии. Напоминаю, что ссылки внизу, а говоря про масс-маркет, там тоже есть достойные опции. Как, например, вот такой белый свитер от Benetton. Помимо него я нашла еще классные опции на другие белые свитера, не забывайте проверять. Третья, следующая ит-вещь, да и целый, я не побоюсь этого слова, ит-запуск, это Валентина Бьюти. Говоря про ит-вещь, это, конечно же, вот этот красный клатч от Валентина, который разлетелся по всем модницам и блогерам всех стран мира. Во-первых, это очень долгожданный запуск, рано или поздно это должно было случиться, и Валентина выпустили свою коллекцию косметики. Говоря же про этот клатч, это небольшая такая сумочка, вы можете снять цепь, и это просто будет ваш бьюти-аксессуар, но вы можете надеть эту цепь, и это станет настоящим клатчем, который можно носить вот таким образом через плечо, и он будет отлично дополнять ваши образы. Я делала классный рилс в инстаграм, где я показала целых три образа с этим клатчем, его бьюти-особенность в том, что внутри вас ждет зеркало, помада, пудра и даже кисточка для этой пудры. То есть, как я люблю говорить, в маленькой сумочке помещается все самое нужное с собой, например, на какую-то вечеринку, например, в бар. То есть, вы с собой берете все самое-самое необходимое, и при всем при этом у вас супер модный аксессуар, потому что микросумки сейчас на пике своей популярности. Как я уже сказала, это не просто ит-вещь, это целый ит-запуск, то есть, это целая большая новость в мире моды, что Валентины выпустили свою коллекцию косметики. У меня сегодня макияж сделан полностью на этой косметике. Я вам покажу буквально фрагментами, чтобы немножко познакомить вас с линейкой. Перед тональной основой я нанесла сияющую базу, безумно красивую, она имеет жемчужный отлив, у нее, кстати, есть разные оттенки для разного подтона кожи, для холодного, теплого или нейтрального. Вы видите на экране, как она круто переливается. Сверху я нанесла тональную основу, она бывает в формате обычной тональной основы или в формате кушона. В совершенно невероятной упаковке этот кушон просто потрясающе красивый, у него кожаный топ и золотая буковка V. Тон наносится достаточно плотно, хорошо перекрывает, при всем при этом он невесомый и его не сильно видно на коже, что является большим плюсом, если это перекрывающий цвет. Как вы видите, тон для меня слегка светловат. У меня эта косметика появилась на тестирование и, конечно, всей линейки цветов у меня нет. Но все же имейте в виду, что тон светлее это гораздо лучше, чем тон темнее вашей кожи. Потому что далее, добавив бронзер, добавив контуринг, у вас просто останутся хорошо подсвеченные части лица, а все остальное вы потом, скажем так, немножко дорисуете. Далее я наношу пудру как раз вот из этого наборчика. Пудра очень классная. Заметьте, что сияние, которое от базы, оно не перекрылось ни тональным кремом, ни пудрой сверху. Они очень классно дружат друг с другом. Пудра абсолютно невесомая, приятно ложится. Она достаточно матовая, но не чересчур матовая. Далее я сделала макияж глаз. Брови, это вообще отдельная моя любовь, это карандаш три в одном. Там есть обычный карандаш, причем он плоский и тонкий. Это очень удобно, чтобы рисовать волоски. Также там есть щеточка и есть божественная самая вещь. Это маркер для бровей. Им вы можете прям дорисовывать недостающие волосинки. И они выглядят максимально натурально. Я около основания подрисовываю и в конце. Там, где мне не хватает именно густоты и хотелось бы дополнительных таких штрихов. И самое крутое, что и карандаш, и этот маркер, они в одном оттенке. Вам больше не нужно нигде ничего подбирать. У меня в оттенке тауп, тауп, тауп. И вы видите, насколько хорошо он смотрится. И насколько он классно подходит. И вообще подойдет любой блондинке. Максимально нейтральный оттенок, не уходящий ни в серый, ни в рыжий. Также я сделала небольшие стрелочки подводкой. И еще одна моя большая любовь, это тени. Это гениально, потому что эти тени, как вы видите, состоят не из четырех, а из восьми. Они друг по другу открываются две палетки. И там очень классные цвета, как на каждый день, так и на вечерний макияж. Плюс еще один этой палетки в том, что там две абсолютно классные кисточки с хорошим ворсом. Я иногда печалюсь, когда вижу люксовых брендов спонжи в дорогих тенях. Здесь же идеальные классные кисточки. Ими реально удобно наносить. Я проверила на себе. Ну и завершающие штрихи, во-первых, это тушь. Вот так она ложится в один слой, а вот так она выглядит в двух слоях на обоих глазах. Мне кажется, она выглядит фантастически. Она достаточно объемная, достаточно удлиняет и шикарно наслаивается. Еще одна фантастическая вещь, это румяна с круглой классной маленькой кисточкой. Ей действительно удобно наносить, несмотря на размер. Очень классный ворс. Сама по себе очень качественная кисть. И румяна не ложатся пятнами, очень легко растушевываются. Я наносила круговыми движениями. Ну и, конечно же, помада. Какой Валентина без помад? Особенно без ярких красных коралловых оттенков. У меня очень интересный цвет сейчас на губах. Он такой красно-кирпичный. Помимо этого у меня есть классные очень красные оттенки. Всего в коллекции около 50 помад. Помады ложатся абсолютно шелково. Я очень давно не испытывала такого чувства, когда проводишь один раз, и он как шелковой тканью ложится по губам. И достаточно пигментированно, и не забивается в какие-то трещинки на губах. И выглядит просто роскошно. Что в матовом исполнении, что в сатиновом. Все, я буду заканчивать свои оды этой линейки. Я решила вам рассказать в этом видео, потому что это действительно и запуск, не делать отдельное видео под это. Надеюсь, что вам будет интересно, полезна эта информация. Но по поводу того, где можно приобрести. Насколько я знаю, в Москве, в ЦУМе есть классный большой корнер. Если вы будете здесь или будете проездом, то обязательно загляните. Ну, а мы с вами едем дальше. Следующая и твещь это лоферы Шанель со стежкой спереди и большим логом СиСи. Мне кажется, они стали и твещью, во-первых, потому что они чуть более массивные, чем то, что обычно выпускает Шанель. То есть, из-за этого массивного язычка они смотрятся более объемными. А именно объемная обувь сейчас находится на пике своей популярности. Вы их можете видеть у всех топовых инфлюенсеров, у всех самых известных модниц. Как носить лоферы? Добавляем немножко строгого стиля, такую капельку. Например, мини черную юбку и белый оверсайз свитер. Или же велосипедки с топом, но кардиган в клетку. Кэжуал джинсы, но белая рубашка. То есть, вы поняли, они всегда максимально выигрышно смотрятся, когда это кэжуал вещь, плюс какая-то более-менее офисная или строгая вещь. Именно тогда они начинают играть максимально круто в образе. Я вам внизу оставлю ссылку и на то, где можно такие приобрести у перекупщиков, и также на масс-маркет. В масс-маркете очень классная модель есть в манго с заквадраченным носом. Вот они больше даже похожи, наверное, на какой-то The Row. Нечто между Chanel и The Row очень-очень классные, очень дорого выглядят. Еще одна и твещь сезона – это свитер-тотем, свитер в полоску. Я уверена, что если вы следите за модницами в Instagram, вы уже неоднократно его видели. С первого взгляда ничего особенного, свитер в полоску, но это абсолютно не так. У него очень интересное идет исполнение по низу и по рукавам. Оно такое слегка ребристое, как будто некая плессировка из трикотажа. Кстати говоря, он есть в темном и в светлом исполнении, и в обоих исполнениях он, конечно же, угадайте, sold out практически везде. Я в одном месте для вас его нашла сейчас онлайн, если вам интересно на него посмотреть или его приобрести, то ссылочки тоже внизу. В бюджете я нашла опции «Ничуть не хуже», не расстраивайтесь, если вы не хотите тратить такие деньги на свитер, потому что, во-первых, топ-топ. Топ-топ сделали очень похожий, но не один в один, очень красивый. Я думаю, что я, возможно, возьму его именно у топ-топ, потому что я редко вкладываю столько денег в свитер. Разве что, если бы это был кашемир, я бы согласилась. Если это не кашемир, то я все-таки, наверное, буду склоняться к масс-маркету. Очень-очень достойная опция. Помимо этого, тоже достойные полосатые свитеры есть у Massimo Dutti, у Endada Stories и серенькие на La Moda. Следующий популярный твич сезона, я вам про нее рассказывала, когда говорила про самые популярные цвета и про тренды. Я где-нибудь наверху пущу ссылочку на одно из этих видео или даже на оба, обязательно посмотрите, про тенденции сезона. Так вот, это пальто от Prada, пальто яркого цвета. Самое популярное исполнение, но пальто в желтом цвете. У него невероятные совершенно рукава и, конечно же, его нужно уметь носить. Это пальто Colorblock. Это пальто очень яркое, очень видное, очень необычное. И, как вы видите на образах, все модницы носят его именно в Colorblock стиле. То есть, это большие площади ярких цветов, совмещенные в одном образе. Например, много розового плюс желтое пальто. Много фиолетового, снова плюс желтое пальто. Или же фиолетовая рубашка с зеленым пальто. Если оно вам очень понравилось, но стоит оно, конечно же, очень дорого, это у нас с вами Prada, то я нашла для вас классные опции в масс-маркете. Голубое и желтое пальто на ламоде, которые именно оттенки повторяют полностью Prada. Если вас зацепили оттенки, то это классные варианты. По фасону есть классные голубые пальто у Massimo Dutti и также у Mango, которые будут достойными опциями Prada. Следующая вещь это ботинки Chanel с надписью Chanel. Опять же, у огромного количества инфлюенсеров вы можете видеть эти ботинки. Они безумно популярны. Вообще, на самом деле, все, что выпускает дом Chanel, что соответствует основным тенденциям данного времени, то есть, если это сапоги, то жакейские, допустим, если это сапоги этого сезона, то дутые сапоги. Именно поэтому это входит в тренд. Chanel это бренд, который диктует, потому что это бренд, на который практически не бывает скидок. Это бренд, который каждый год очень сильно поднимает свои цены. Это бренд, мнение которого всегда важно. Он находится в топ-5 брендов по миру. Поэтому за их коллекциями очень пристально следят и их вещи очень часто попадают в ит-вещи сезона. Кстати говоря, на La Moda я нашла очень достойные варианты подобных сапожек. Продолжая говорить про дутики, вы должны знать, что одна из самых популярных вещей сезона, которые, опять же, уже везде почти солд-аут, это дутики Prada. К сожалению, фотографий на инфлюенсерах пока что все еще немного, потому что зима еще не наступила. Но даже уже сейчас инфлюенсеры в них фотографируются лежа дома на кровати, с ногами поднятыми, получается, наверх, согнутыми в коленях и в этих дутиках. То есть это практически такой вызов показать, что еще не зима, но я уже знаю, какая вещь будет самой трендовой грядущей зимой. И вы можете все еще, возможно, выловить их Prada, или же многие бренды сделали на них более бюджетные опции. Например, я себе взяла манго в бежевом и черном цвете. Ссылочки на все оставлю внизу в других брендах, которые сделали подобные дутики. Еще одна ит-вещь. Я заметила это совершенно случайно. По своей ленте в инстаграме я стала замечать очень яркую, необычную юбку достаточно часто. И не запомнить ее невозможно. Просто посмотрите на нее. Это юбка от бренда Awake Mode. И эта юбка как будто вырезанная по трафарету. Помните, в детстве мы вырезали из салфеточек снежинки. И эта юбка похожа как раз на эти снежинки. Здесь у нас вырезаны вот такие уголки из юбки. Вышли ленты из кругов. То есть эти ленты и этот узор появились благодаря вот этим прорезям. В целом прорези, если вы помните из видео про тренды, актуальны еще с прошлого сезона. И мимо этой юбки модницы, конечно, не могли пройти мимо. Она бывает в разных цветах. Бывает в карамельном, бывает в белом и бывает в черном цвете. На самом деле, мне кажется, такую юбку умелица сможет сшить сама. Ну а для тех, кому она запала в душу, я постараюсь найти ее онлайн и оставить вам ссылочку внизу. В масс-маркете же юбки с прорезями есть у Маш и также у 12 сториз. Еще одна ит-вечь сезона это ботинки Versace на безумном каблуке и безумной платформе. В конце лета у нас были очень популярны босоножки. Они были ярких цветов. Они были и черные, конечно, но желтые, мне кажется, были вообще повсеместно. Они безумно красивые, но я не до конца понимаю, как на них ходить. Возможно, они даже удобные. Моя подруга мне сказала, что в них удобно. И она себе их заказала. Я пока что в сомнениях. Больше склоняюсь к ботильонам, но я запасливая. У меня есть очень-очень похожие, мне кажется, 4-х или 5-ти летней давности кожаные из Zara. Тогда я как будто знала, что это станет трендом через несколько лет. В общем-то, вряд ли я буду себе покупать, но если у вас таких нет, обязательно попробуйте. Они делают ноги невероятно длинными и невероятно стройными. Говоря про масс-маркет, опции есть абсолютно везде. Я вам собрала их внизу под видео. Например, это даже Pull&Bear или же на сайте Asos. Ну и как вы поняли, самое сладкое я оставила в конце, это сумочки. Во-первых, это сумочка Cleo от Prada, но не та, которая была в прошлых сезонах, чисто черная, чисто белая, а необычная с принтом. Вообще у Prada вышла в этом сезоне коллекция с принтом. У них много сапог с этим принтом и также самая их популярная сейчас сумка Cleo тоже вышла в подобном принте. Самый популярный цвет это, конечно же, черно-белый и можно видеть на большом количестве модниц. Черно-белый легко вписывается как в монохромные образы, так и в более яркие образы, потому что черно-белый принт всегда выигрышно смотрится на ярком фоне. Как в этом примере, голубое пальто и черно-белая сумка. Я полистала магазины, я нашла вам в черно-белом в наличии и также она есть еще в таком черно-розовом исполнении. Масс-маркет тоже не отстает, и я вам нашла очень классные опции на эту сумку, если вам запала в душу сама идея такой черно-белой контрастной сумки на плечо. Это и Mango, и Asos, и H&M, и даже Aldo. Ну и еще одна сумочка, которая просто не выходит до меня из головы, это Micro Lady Dior. Я всегда дышала спокойно к Lady Dior. Не знаю, как-то она не вызывала у меня особого восторга, но когда она вышла в размере Micro, я ее так сильно захотела. Но, конечно же, она сейчас sold out абсолютно везде. Посмотрите, как она красиво смотрится. Ее можно хоть с вечерним образом, хоть с джинсами и рваной футболкой, она везде будет смотреться идеально. Точно так же круто, как, допустим, моя последняя купленная Kelly Mini. То есть, микро-сумочки смотрятся идеально в любом образе. Даже вот такой а-ля бомж-стайл, что-то рваная, оверсайзная парка, она все равно будет круто смотреться с микро-сумочкой. Вы не поверите, я нашла вам ее в наличии в черном лаковом цвете. Ссылка внизу. Говоря же про масс-маркет, у DKNY есть классная опция на микро-сумочку. Только носить ее без ремешка, а просто в руке. Ну что ж, на этом все. Мой лист и твищей закончен. Я надеюсь, что вам было интересно, полезно и что вам обязательно захотелось какую-то классную себе обновочку. Потому что себя радовать это очень приятное и полезное занятие. И как всегда в конце видео я желаю вам приятного вам шопинга. Увидимся на канале. Не забудьте поставить лайк этому видео, мне будет очень приятно. Я для вас очень сильно старалась. Пока-пока. С вами была Даша. Субтитры сделал DimaTorzok